Привет дорогие подписчики моего канала, а также вот зрители. Сегодня я хочу вам показать свои творческие покупочки, которые совершались в разный период времени, но я решила их накопить и вам показать. Первое я хочу начать вот с такого вот пакетика. Здесь я покупала, точнее это я покупала у девочки из Екатеринбурга, поэтому встреча у нас состоялась лично, за что огромное-огромное спасибо. Девочка продавала свои запасы. Давайте начнем с цветочков. Они очень классные. Первый это вот такие вот цветочки букетик. По количеству я не помню. Вот такие вот розочки, я прямо влюбилась в них. Вот такие вот розовые, или даже я бы назвала их, наверное, розовые, а телесные. Вот такие вот небольшие бежевенькие. Вот. И вот такие вот закрытые розочки. Вот такой вот большой букетик у меня получился. Огромное-огромное спасибо, чему я рада. Также я купила вот такие вот подвесочки. Здесь у нас два вот таких вот сердечка с крыльями. Птички, которые мне очень понравились тем, что они выпуклые с обеих сарон. То есть не как стандартные обрубленные, да, с одной стороны, с другой плоско, а они объеменькие прям. Видно даже. И вот такие вот три булавочки по рублю. И также я у нее купила, ссылочку, конечно же, я оставлю, вот такой вот набор. Такой у меня уже есть. Купила я из-за того, что в дальнейшем планирую сделать альбомчик. И думаю, что будет вообще супер-классное дополнение к моему вообще шикарно. Значит, это я купила у девочки. Значит, следующая покупочка была из магазина Леонардо. Она совсем крохотная. Я бы даже назвала ее смешной. Если честно, это всего лишь четыре, пять листов, нет, шесть листов бумаги. Да, бумаги. Первый листочек от Мистер Пайнтерж. Коллекция называется Солнечный зайчик. Как обычно, я взяла листы с карточками. Почему я взяла именно этот? Потому что здесь у нас есть месяца, подарок от Аиста, зима, осень, весна, лето и вот такие вот тэжики. С обратной стороны, там, где у нас идут вот эти вот надписи, у нас вот такие вот слова. А там, где идут тэги, там просто линовочка. Листочки стоили по 25 рублей. Я взяла три вида по два листа. Следующий детский. К сожалению, я очень расстроилась, что я не нашла такой же мальчуковый. Это вот такой вот листочек также с вырезалками. Коллекция называется Зефирка от Мистер Пайнтерж. Это вот такие вот вырезалочки. Я как только увидела вот эту вот лисичку, я прям влюбилась в этот листочек. Здесь у нас вот такие вот тэги. Наша принцесса, мамина радость, лапуля. И с обратной стороны также у нас, где тэги, там пусто. Где вырезалки, там слова. Вот. Посмотрела я сам набор бумаги. Набор бумаги мне, к сожалению, показался тусклым и не очень красивым. И последний листочек. Это на мужскую тематику. Давно я охотилась за этим листом. Как ни была в Леонардо в каком-либо из филиалов, нигде я не могла найти такой листочек. Здесь у нас различные надписи, цифры, машинки. И также есть тэги. У нас называется мужской дневник. И с обратной стороны та же самая история, что у предыдущих двух листов. Там, где тэги у нас пусто, а где какие-то вырезалки, там у нас фразы. И последняя моя покупочка, которая совершалась буквально вчера, это репсовая георгиевская ленточка. Взяла я ее для поделки в садик ребенку. Метр стоит у нас 25 рублей. Именно репсовая. Есть еще, знаете, как напоминает чем-то ленту, которую перевязывают букеты в цветочных магазинах. То есть такая склизкая. Мне так страшно было ее брать в руки и сгибать. Думала, что она сломается. И стоила она 45 рублей метр. Поэтому я взяла 4 метра. Будем-будем с ребенком творить красоту в садик. Вот такие вот были у меня творческие покупочки. Покупочки для творчества. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки будут в описании. Всем творческих успехов, вдохновения. Пока-пока. Ваша Аня.